здравствуйте сегодня 26 февраля 2022 года 10 часов 43 минуты утра вот вчера по этой дороге сельской которая проходит в направлении репок проехала с утра 7 колонн российских войск на танках на гаубицах на бтр на бмп в общем ехали огромным количеством машин и разбили всю дорогу весь асфальт попортили повредили начиная с 16 часов 40 минут вчерашнего дня ехали танки обратно и где-то часов 8 вечера вот это непрерывная сплошная колонна транспорта всех этих танков бтр гаубиц и в общем всякой прочей военной техники поперла обратно со стороны чернигова по направлению через эту сельскую дорогу и дальше через лесные дороги без асфальта просто грунтовые дороги поехали на бывший райцентр городне а дальше на пограничный пункт циньковка удирали из чернигова потому что украинские вооруженные силы дали мощный отпор не допустили захвата чернигова и вот это вот путинская банда посланная сюда для захвата и покорения территории украины для уничтожения украинского государства вчера удирала сплошной колонной без перерыва с расстоянием приблизительно 10 метров между машинами перли сторону своей россии через черниговскую область через лесные дороги по направлению на свиньковку уничтожили асфальтную дорогу посмотрите что тут творится асфальт разрушили полностью здесь вот центральная часть еще более-менее сохранилась а тут по бокам весь асфальт уничтожили даже видны следы от металлических гусениц танков как они тут ехали и как они этот асфальт раздробили крошку струху не удалось захватить чернигов и дальше по реке десне невозможно было поставить понтоны потому что река такая что она протекает с одной стороны низкий берег а с другой стороны очень высокий который она постоянно тысячелетия подмывала и там даже если ставить понтоны то никакой транспорт по этим крутым высоким берегам не способен спуститься к понтонам и форсировать через понтоны эту речку мужество и героизм защитников украины наших вооруженных сил добровольцев полченцев просто граждан украины не позволили этим захватчикам устроить без крик и за одни сутки сделать из украины свою новую колонию и уничтожить нашу независимость как самостоятельного и независимого государства кто к нам с мячом придет тот от своего меча и погибнет удирали вчера аж дым стоял с изой соляркой с этим дымом солярочным весь воздух был отравлен потому что колонна непрерывная шла со стороны чернигова я не считал сколько машину там больше трех летом и вы даже больше 500 было это все что успели нагнать за время с 5 часов утра 24 февраля 2022 года чернигов выстоял не покорился этим захватчикам и ничего им не оставалось делать как возвращаться обратно на свои позиции на своей территории которая была ранее захвачена московским княжеством улусом золотой орды если посмотреть на карты 14 15 века то московия это княжество в пределах сейчас московской области и вот за счет захватов оно разрослось до такой территории которая сейчас вот на картах есть все на захватах все на прихватах все на войнах построено было этого государства потому что по сути своей это государство является правоприемником фактически де-факто и по менталитету татар монголов которые воевали ничего своего не имели а набегами на соседние племена государство захватывало все покоряло и таким образом обогащалось зачем работать если можно пойти к соседу его убить все у него украсть все у него захватить забрать все ценное и присвоить это себе вот по такому же принципу и россия сейчас действует грузию пыталась покорить абхазию покорила сделала своей марионеткой северную осетию прихватила преднестровье если посмотреть исторические документы то вся история россии это постоянные войны не было практически ни одного года когда бы россия где-нибудь не воевала имеется ввиду российская империя и потом российская федерация и советский союз и теперешняя россия так называемая российская федерация так вот тут вот выезжали на грунтовку похоже танк выезжал разворачивался не получилось у них ехать вот сюда выехали развороты тут делали и вот с этой стороны тоже дорога то есть ехали кому как хотелось уничтожали асфальт это то что было построено в советское время и то чем украинское население пользовался теперь тут и на велосипеде даже будет трудно проехать по этому уничтоженному асфальту так что от захватчиков только зло вред подлость пакости горе беда одни только неприятности и они это все представляют вот тоже здесь заехали развороты здесь делали петляли на танках только зло от них и это все они представляют под видом миротворческих операций и защиты русскоязычного населения нас украинцев не потребно захищать и мы владеем доброй и украинскую мову и российскую мову и нам не треба никакого захвата со стороны Росии и особенно от кремлевской крисы пацюка этого кремлевского который сидит в бункере который лапшу навуха своим громадянам а точнее сказать населению Росии что начебто тут на територию Украины есть фашисты которые прогнозируют русском населения и таким чином нужно это население захищать я все свое життя больше 50 лет разговариваю и российской и украинской и никогда не на собе никакого плохого ставления с боку других людей которые мне что-то сказали про то на какой мове я разговариваю все это придумки кремлевского пацюка бункерной крисы который сидит в Кремле этот малого росту шизофренник психопат он все это гебельсов пропагандой повышает через российские телеканалы и таким чином сия ненависть и зло до населения народов с соседних государств так было и с Грузией и с Украиной и в Приднестровье и в Молдове все это на брехне строится все эти захопления потому что правды в них нет все на брехне все на плитках на выдумках а наивные люди наивные люди верят в то что все это правда и насыщаясь через телевизоры зло и ненависть они чувствуют ненависть и на здравися как тут дорогу всю танками перепахали значит тут бульдозеры проехали зломали яблоню это садок тут такий что при Радянскому Союзе був посаджений и зломали велику гилляку от яблоня добрые яблука тут были но часть дерева залишилась а часть дерева зламана вот таки падлюки приехали на нашу родную землю все перепаскудили перегадили перепакостили и называют себя защитниками русскомовного населення нам не нужна така допомога начебто в захисте вот тут також дерево тут рискленколись его срубали трухлячий от него залишился и вот так танками перепахали нам не потребен такий защит от московской мы сами разберемся в своей державе и нема тут фашистов нема того кто б нас пригничував по мовному признаку так что навирьте російськомовным телевизийным каналам интернет ведениям газетам російським там суцільна брехня плитки яки вірите не можно потому что все придумано для того чтобы посеять ненависть злобу до сусідних держав з метою их подальшого захопления слава украине слава героям захисникам украины тримайтеся я дякую за мощность людям які зараз зі зброєю в руках захищають нашу свободу та незалежность цяною і свого здоровья і свого життя бажаю вам довгих років життя благополуччя велика вам дяка та шана від всього населення України від всього народу до побачення до наступного відео